Здравствуйте, уважаемые друзья! После выхода фильма, где я изготавливал похожего на этого жучка, вы задали мне очень много вопросов, на которые я сам до сих пор не могу найти хороший и правильный ответ. Это вопрос о том, из чего изготавливать лапки. И я постараюсь, если вам, конечно, это в дальнейшем подойдет и понравится, развивать эту тему после ваших вопросов. Хочу рассмотреть и рассказать вам те варианты, допустим, которые применяю я, поделюсь с вами. То, о чем вы меня просили. Как вы видите, изготавливать ножки можно из чего угодно. Но не для каждой мушки или для каждого, допустим, нимфы или стримера это годится. Вот, допустим, как вы видите, я изготавливал из остатков перьев. Если мы здесь будем с вами вязать какие-либо узелочки, узел получится чересчур у нас лохматым, насыщенным. И достаточно, будем говорить так, жирным, непропорционален для нашей мушки. Вот, как вы видите. Для кузнечиков это еще, как говорится, вариант подойдет. Но для вот такой величины жука это уже неприемлемо. Допустим, с этим жуком у нас понятно. В одном из фильмов я точно так же вам показывал, как можно изготавливать лапки с помощью, вот как вы видите, у меня изготовлено. Это я покрывал лаком пюро, а потом подгибал эти лапки. Как видно из, допустим, этого насекомого, детализация довольно-таки хорошая, но все равно меня не устраивает. Большая заморочка. В продаже готового что-либо, чтобы меня устраивало, нет. Вариант изготовления лапок, который я вам показывал, это вот здесь достаточно, покажу вам наглядно, смачивается одна и вторая поверхность пера, и потом пинцетом, в котором, естественно, нет губок, необходимо нам вот так поразделять определенное количество наших лапок, пока лак еще не схватился. И уже после этого, когда они застынут, мы начинаем формировать наши лапки. Как понятное дело, перо необходимо тоже подбирать соответствующее, то есть не каждое перо подойдет. Не совсем приемлемый такой вариант, хотя для определенных мушек он очень выигрывает. Есть еще один вариант, который я тоже использовал. Вот как видно, допустим, в этой нимфочке, которая изготовлена полностью методом плетения, из лески и лапки я также изготавливал из лески. Да, выглядит хорошо, да, не ломается в коробочке, все удобно, работать хорошо. Но мы забываем о том, что мы изготавливаем для рыбалки наши приманки. Поэтому, исходя из этого, нам не приемлем такой вариант, потому что рыба, как только касается вот этих жестких наших лапок, не столько еще ощутив, что это леска, а не что-либо съедобное, она уже настораживается и может выплюнуть. Поэтому эти лапки не совсем годятся. Это, будем говорить так, можно изготавливать выставочный вариант. Изготавливал я вот такую нимфу, в которой, как видно, я взял обыкновенную резинку, та, которая, допустим, не совсем из нижнего белья, но из подтяжек. Завязал узелочки. Этот вариант приемлем, как вы видите, но для такой величины только лишь нимфы. На мелких резинках это не годится, они не выдерживают. Если рассматривать варианты, вот как я изготавливал ручейник в домике для зимней рыбалки, то на течении вот такие лапки, еще, допустим, из такой резинки, это еще хорошо. Но если с меньшей, допустим, изготавливать в меньших размерах, уже такую детализацию выполнить я не смогу. Тоже не совсем мне подходит. Следующий вариант. Это вот, допустим, один из таких ручейников, свободно живущих. Как вы видите, лапки изначально были у меня подогнуты. Это вот после длительного валяния в коробке, они немножко вернулись в исходное положение. То есть, их опять мне надо покрыть немножко лаком на местах сгиба. Тоже немножко неудобно. Это отрываются бородки от хвостового пера нашего охотничьего фазана. И за счет вот этих лапок изготавливается. Все хорошо, все отлично. Этот вариант подходит при условии, если, как вы видите, допустим, глядя на перо, вот мы, если оторвем, перо у нас, перо у нас очень тонкое. Надо подбирать перья, чтобы был наш петушок достаточно стареньким. Не всегда в интернете можно найти подходящее перо, чтобы было, подходило нам по вот этим зазубринкам, которые мы отрываем. Еще хороший, допустим, вариант я прорабатывал. Это я брал кусочек вот такой пенки, отрезал, разрезал скальпелем, туда вклеивал кусочки вот такой силиконовой резиночки, которой я обычно иногда и тело вяжу. Это для поделок. Все хорошо, но есть небольшая такая вещь. Мы не знаем, допустим, мы не всегда прогнозируем, какой величины у нас будет нимфочка. Поэтому вот эти расстояния мы можем не угадать, длину лапок тоже не угадать. Если мы одноименные или под одну какую-то нимфу, то можно использовать вот такой вариант. Это заранее мы, допустим, берем с вами кусочек пенки и начинаем подготавливать эти лапки. Лапки эти мы подготавливаем с помощью вот такого вот, как вы видите, выжигателя. Нажимаем, оно греется и под действием температуры начинает у нас это все подгибаться. Довольно-таки непослушная сама по себе эта резинка. Скажу вам откровенно. Вот я сколько не пытался, вот это вот у меня есть небольшие заготовочки такие, даже я вам продемонстрирую. Вот сейчас как она должна под своим весом и под действием температуры гнуться. Видите? Вот немножечко мы ее нагнули. А если мы уже привязали и у нас нет такой возможности подлезть, потому что температура достаточно высокая. Ну, с одной стороны, хорошо то, что остается в таком положении и уже долго-долго. А если нет опыта, только прикоснулись, уже она оторвалась. Правда, я потом в одном из фильмов покажу, как исправить все варианты, даже если вы под самое брюшко пообжигаете все лапки. Заново можно восстановить, не срезая, не нарушая эту нимфочку, которую мы изготавливаем. Это еще какой-то более приемлемый вариант, но скажу сразу, качество вот этих силиконовых резинок бывает разное. Подбирайте такое, чтобы резинка была ровная, по всей длине. Не было, допустим, чтобы у нее так тоньше, толще, или вообще она была тоненькая. Если ее вот так вот с краю слегка потянуть, она вот так расщепляется еще на дополнительное составляющее, то есть еще тоньше можно изготовить нам наши лапки. Переходим к другому вопросу. Значит, помимо всех этих выжигателей, я могу сказать вам, если у кого имеется вот такой аппарат, который покажу, наверное, вот так, если будет видно, у которого есть специальная вот такая насадочка. Выдержив, как говорится, сейчас покажу, лучше показать вам, чем рассказывать. Эта насадка, вот она, выглядит вот так, используется в качестве паяльника. Хорошо это тем, что мы, если нагрели вот этой газовой горелочкой нашу вот головку паяльника, она за счет того, что выполнена из латуни, у меня есть выточенные вот такие совсем другие, подготовленные для целей подгибать лапки, с удлиненным конусом, несколько расплюснутая, как игла. и можно спокойненько уже брать и, допустим, подгибать. Вот это не пережигает наши резинки, можно с ними работать, но только с теми силиконовыми, которые я показал. Вот все вот такие, допустим, наборы резинок, лапок, они хороши только в том случае, когда мы делаем жучков разных, где не надо провязывать коленки и все остальное. Мне вот одна из директоров магазина, с которыми я сотрудничаю, наша золотая рыбка, подарила вот такой набор для изготовления октопусов. Они полностью силиконовые, качество довольно-таки хорошее, и лапки получаются тоже из нее хорошие. Тоже можете посмотреть, что вам подойдет. Самый такой плохой вариант, это я считаю, можно изготавливать лапки. Берем вот такой кусочек, допустим, нитки. Нитка у меня обыкновенная акриловая. Завязали узелочек, который нам необходим. И теперь нам необходимо это все проклеить, то есть капнуть лаком. Лак необходимо использовать такой, который имеет эластичность. Поэтому здесь есть небольшая головная боль, с которой необходимо бороться. Но в то же время можно быстро подобрать себе цвет или в крайнем случае перекрасить и изготовить лапки. Очень тоже удобно. Это на худой конец. Следующий вариант, это можно использовать рафию, пластик рафии, или как ее называют. Я не буду сейчас рыться, доставать эти всевозможные кусочки, то есть поверьте на слово. поэтому из нее можно изготовить уже более мелкую детализацию. Но опять, рафия сама по себе при намокании уже не обладает теми свойствами, как она у нас есть сухая. Есть еще один, допустим, такой вариант, где мы можем с вами, как обычно, берем оторвали и начинаем как мы мучиться крутить в руках, как там, что там, и завязывать эти узелочки на наших перышках пера. Я немножко это все рационализировал. Берем обыкновенную нашу иглу, в которой мы работаем, медицинская или же дабинговая игла, подберете себе допустим сами. И что я делаю? Мне если необходимо иметь длину, допустим, вот такую длину, чтобы было моей коленкой, я беру легче всегда, как я вам объясню, доходчиво легче вязать на чем-то, чем вот так вот в руках мы будем. Поэтому мы спокойненько берем, обворачиваем, у нас уже есть точка опоры, и здесь мы уже с вами можем спокойно, как вы видите, у нас две руки свободные, абсолютно не мешают. без всяких там иголок, потому что я в основном использую еще дополнительно, допустим, иглу для вязания с машинки. И мы с вами теперь берем и подгоняем наш узелок. как вы видите, если у нас длинная лапка вышла, мы спокойно с вами можем подтягивать, протягивать, и в зависимости от того, на какую мы здесь с вами выставим высоту, будет готова наша лапка. Но после того, когда мы подобрали необходимую нам длину, мы с вами должны в таком вот положении под углом снять нашу лапку и под вот таким острым углом затягивать потом наши узелочки. Затянули, только после этого наша коленка останется вот в таком положении. Если мы будем просто тянуть, то у нас останется просто узелочек. А так у нас уже вышла нормальная лапка с нормальным коленком. Это тоже хороший вариант при условии изготовления комариков, осок, там разных бабочек, что вы захотите, которые имеют несколько большой размер, кузнечиков в том числе. То есть очень удобно величиной выдвигаете, которую вы выдвигаете свою иглу, вы уже можете регулировать одинаково шесть лапок у нас будут иметь одно и то же коленка величину. Если допустим нет, я когда срочно или еще быстро надо, я пользуюсь вот таким гнутым пинцетом. Или же как обычно для у меня несколько тоньше это игла связальной машинки наверное 12 или 20 класса, то есть я могу спокойно продевать уже эти лапки изготавливать крючком другим. Вот в принципе это коротко я вам рассказал о том как возможно изготавливать лапки. Поэтому если у вас будут дополнительно еще какие-либо вопросы пожалуйста я на них отвечу. Изготавливать как вы понимаете можно практически из всего. Главное чтобы это подходило в детализации к нашим нимфочкам мушкам к нашим одним словом изделиям. Благодарю вас за внимание до скорых встреч.